еще перед поездкой привет еще перед поездкой хотел порассуждать по поводу название энергии жизни то что-то я опускаю поднимаю но уже неделю не тренировался но тем не менее что такая энергия жизни которую мы вырабатываем в своем организме солнце она же рада дает свою энергию растениям животным и мы потребляем эту пищу и трансформируем эту энергию внутри себя свою жизнь так поэтому если исходя из того что солнце это ра то вполне возможно назвать эту энергию ра снова с учетом вот этого нынешней ситуации и тех изменений которые происходят в проекте освобождения разноцветная энергия тоже ра поэтому я думаю сейчас вот думаю об этом и склоняюсь к тому что надо назвать энергией ра ту энергию которую вырабатывает человек или который получает виде окраски энергии и это от или это высокочастотная божественная энергия которая влияет на сознание на голову на уму на ум на ну понятно да на сознание а на движение на жизнь это ра я подумаю но наверно так и сделаю и связи с этим если взять энергию и и добавить к ней рам получается ира и чуть-чуть зайпозай займусь свободе остров санторини как одна из версий это санта ирина святая ирина а ирина это ира санта ира это значит святая ира ну тогда и ира получается некая тоже такой созвучь конечно это так на уровне смешной версии но тем не менее вот о чем я тоже подумал что можно жизненную энергию назвать ра измерять в единицах ра они же как я предполагал раньше еще такая маленькая информация проводник мне звонил и сказал что ему перед передали высшие силы что когда я тут находился они тоже работали или они в основном работали а я просто отходил как ключик такой или как нажиматель на какие-то кнопки и открыл глаз бога для меня это было неожиданно но если посмотреть опять же на остров санторини или на группу островов если точнее то можно не увидеть глаз со зрачком где остывший вулкан но остальные подробности тогда в эфире других видео пока